И начнем мы вот с таких кроссовок фирмы Nike в классном пудровом цвете. Отличный вариант на повседневный образ. Сапожки от фирмы Tommy Hilfiger в черном цвете. Внутри идет текстильная подкладочка. В очень хорошем состоянии. Очень жалко, конечно, что мне по взъему не подошло. Так бы я их точно себе взяла. Вот такая классная находка. Балетки от бренда One One. Сейчас такая обувь, как балетки, пользуется большой популярностью среди женщин, которые не любят носить каблуки. И я к ним отношусь. Одна из легенд гласит, что в Европе в конце 18 века знатные люди захотели себе обувь без каблуков. Тогда модельеры того времени вытащили из балетных пуантов деревянный мыс и вели моду на новые туфли. Такая обувь стала очень модной, ведь она обладала рядом преимуществ. Была грациозна, сидела в точности по ноге и была очень удобной. И да, конечно же, я их взяла. Честно скажу, в этом платье мне понравился только бренд. Американский бренд Tori Birch славится своим высоким качеством. Ну и цвет еще, кстати, тоже очень здесь красивый. В платье есть шерсть, но это абсолютно не чувствуется. Как будто бы оно больше похоже на вискозу из-за внутреннего подклада. Есть два боковых кармана, очень удобно какую-нибудь мелочь положить. И бренд выделен двумя пуговичками. Давно подыскивала себе домашнюю одежду. И, о чудо, нашла штанишки теплые для дома от бренда Women's Secret. Очень рада этой находке. Они мне идеально сели и по размеру, и по росту. Да, понимаю, бренд недорогой, но в Second Hand их цена была всего 250 рублей. Мне понравилось в них все. Удобство, что они на резиночке, такие как плюшевый, приятный бежевый оттенок. В целом, этой находкой я очень довольна. Ну, а мы двигаемся дальше. Лена мне подогнала вот такие шорты. Видимо, забыв, что я ношу размер XS, а не M. Но шорты очень зачетные. Они такие необычные и женственные, поэтому я все равно решила их примерить. Мне очень понравилась вот эта вот сеточка снизу, прикольная такая. А еще мне понравилась их регулировка на талии. Можно затянуть и можно расслабить, если вдруг плотно покушал. На мне необычная спортивная юбка Adidas. Данная одежда пришла к нам с теннисного корта. Это юбка и в то же время шортики. Давно мечтала о такой вещи, но она мне большая. Невероятно удобная. Буду искать дальше. Зимняя юбка Columbia с фольгированной системой OmniHit. Сбоку кармашек на липучке. Очень удобная. Как видите, мне она великовата. Внутри фольга очень мягкая. Эту систему OmniHit придумали, чтобы сохранять собственное тепло при движении. А еще оно новое, что не может не радовать. Внизу есть прорезиненный логотип бренда. Попала она к нам в Second Hand, похоже, с американского аутлета Маша. Настя в Second Hand нашла мне обалденное платье. Такое спортивное платье-джемпер. Я изначально подумала, что это от фирмы Adidas. Уж шибко напоминает мне такое. Но это оказался американский бренд от Vince Commute. Ранее он мне не встречался, но вообще, я вам скажу, сделан очень даже качественно. Я очень хотела оставить его себе, но оно мне оказалось великовато. От большой радости я чуть не снесла примерочную. Хоть и синтетика, но такое мягкое. А еще оно не хотело меня отпускать. Футболка из вискозы от американского бренда Guess. Мне понравилась простота и в то же время это такая стильная вещь. Она очень удобная, отлично тянется и дает полную свободу движений. А еще отлично впишется в гардероб, так как с ней можно создать огромное количество образов. Увы, мне эта футболка не досталась. Ее нашла моя знакомая. И она решила ее купить, так как ей она тоже идеально подошла. Представляем вашему вниманию итальянский винтажный шерстяной кардиган. Этот кардиган подогнала мне Лена. Сказала, что в нем я буду похожа на гномика или эльфа. Мне понравился богатый изумрудный цвет. В нем чувствуешь себя сказочным персонажем. Для винтажной вещи его состояние изумительное. Мне он не по размеру, но очень теплый и уютный. Шерстяное платье шведской марки KOS. Ааа, какое же оно колючее! Похоже, дизайнеры забыли добавить подклад к платью. Размер L. Для меня оно великовато. Понравился дизайн, цвет, как смотрится. Здесь, конечно, нареканий нет. А в юбке еще спрятаны карманы. Я считаю, это большой плюс. А так как платье А-силуэта, это всегда удобно. Несмотря на то, что платье очень скромное, его всегда можно обыграть яркими акцентами или аксессуарами. Трикотажное платье водолазка Аспола Ассэсэйшн. Отлично тянется, очень удобная рукавчик 3 четверти. В нем чувствуешь себя, как в пижаме. Длина миди. Я больше предпочитаю миди, то есть среднюю длину. А вот моя знакомая очень обрадовалась этой находке. Тем более, состояние великолепное. И приобрела его, то цена в день завоза 350 рублей. Блузка от английского бренда Pepe Jeans. Мне она очень понравилась. Здесь такие классные валанчики. Все продумано. Очень легкая на лето. Будет просто шикарно. И она абсолютно новая. Кто-то сдал ее, похоже, со снежной королевы. Кстати, здесь такая бомбическая просто пуговица. Вся в стразах. Смотрится так дорого-богато. Размер S. Я бы такое носила с шортиками, с лосинами. Вообще прикольная штука. Шарф из кашемира в клетку с густой бахромой. Очень приятный на ощупь. Поэтому совершенно не раздражает кожу. Есть вещи, которые однажды, появившись на модном подиуме, больше никогда не выходят из моды. Практически сразу становясь классикой. К числу таких вещей можно отнести платье-футля. Эта модель эффектно подчеркивает фигуру и одновременно скрывает имеющиеся недостатки. Но причина популярности в универсальности наряда платье может выглядеть строго и по-деловому, или торжественно нарядным. Платье от Massimo Duty из шерсти. Очень понравилось наличие замка, с помощью которого можно делать шлицу. Есть подклад, благодаря чему платье легко надевать, и оно не колется. Состояние великолепное. Нам встретилось платье в стиле боха, темно-синего цвета. Ткани здесь не пожалели. Мне оказалось великовато. Вообще очень удобная, ткань приятная. На хлопок похоже. Внутри есть подклад. А вообще в этой юбочке чувствуешь себя очень свободно. Наш канал растет и развивается благодаря вам. Наши дорогие подписчики, большое вам спасибо. Ставьте лайки, комментируйте. А если вам нравится и интересна тема Second Hand, не забудь подписаться. Свою популярность юбка-трапеция начала приобретать в начале 50-х годов. А поклонницей данного фасона являлась в свое время первая леди и главная модница страны, Жаклин Кеннеди. Простой крой этой юбки может выгодно подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки. А как вам такая юбка от фирмы Майкл Корс? Мне показалось она очень оригинальная. Спереди идут два замочка с фирменными выбитыми замками. Причем такие глубокие кармашки. Вот досюда. И расстегивается она полностью спереди. Ну, я считаю, это удобно. Платье от американского бренда J.Crew. Этот бренд любят знаменитости. Один из ярких примеров Мишель Обама. Впервые нашла фасон, который идеально подошел мне по размеру. Выполнено из тонкой летней шерсти, а значит в платье не будет жарко. Понравилось, что есть оригинальная удобная шлица. Состояние великолепное. Всем привет! Рады приветствовать вас на канале Лена. И Настя. Мы вновь отправились найти какие-нибудь интересные вещи в секонд-хенде. Что же нам удалось найти? Давайте посмотрим домашний обзор. И начнем мы с пуховика от фирмы Adidas. Этот пухан мы уже нашли, уходя из секонд-хенда. Одна милая девушка его решила вывесить, потому что, видимо, он ей оказался не по размеру. Отличная стойка, глубокий капюшон. Просто непродуваемая вещь и очень теплый. У меня пуховики уже есть, и поэтому этот пуховичок купила моя мама. Он в идеальнейшем состоянии. Такой мятный. Ммм, красота! Поднимающее настроение. Как вы считаете? Два боковых кармана. Карманы на замке. Ох, какой же он теплый. Я считаю, как вариант отличный на Диме сезонку. Будет вообще супер. Кстати, здесь есть еще внутренний карман. Он без замка, но тоже практичный, такой удобный. Войдет сюда телефончик или плеер. Тут тоже с этой стороны есть карман. Посмотрите, как здорово. Здесь идут зауженные рукавчики. То есть не будет поддувать. Прям такой удобный, стильный. Как вариант, кто много двигается или, например, путешествует. Я рекомендую такие вещи, потому что это всегда раз накинул, ничего не весит. Можно сложить, упаковать в какой-нибудь мешочек, в чемоданчик или рюкзачок и вперед дальше. Размер идет М. Я бы сказала, это такой немножко маломерочка. М подходит и на С. Есть вот такие затяжки внизу, чтобы не поддувало. Фирма уже с многолетним опытом. Все эту фирму любят, ценят и носят весь мир. А дальше у нас классные сандали от фирмы Эко. Это датский бренд. У меня сложная нога с высоким взъемом и такая достаточно капризная. Так как я люблю ходить много, обувь я выбираю очень качественные. Перемерила просто кучу сандалетов в салонах. Ни одни по взъему не подходят. Эковские подошли. Я не фанат этого бренда. Мне редко, что из этого магазина подходят. Не знаю, на мне их обувь почему-то горит проф. А вот именно эти сандали, знаете, вкатили. Почему я говорю про салон? Да, вот этих сандалий у меня были точно такие же. Один в один, но белая подошва. Я их брала в салоне где-то за 8 тысяч. Это было года два назад. Сносила я их за два сезона где-то. Ну, активной ходьбы, да, конечно. Ходила по разной поверхности. И по гальке, и по песку, и по асфальту, и по жаре. И в прохладное время, и даже в дождь попадала несколько раз во Вьетнаме. Просто по коленам брели. Да, эту обувь не очень любят, когда их используешь как резиновую обувь. Но как вариант для сухой погоды, и если вы ходите очень много, например, по Мегаполису, даже если это пекло, жара, вообще классно выручает. Точно такие же сандалии я нашла в Секонде в очень хорошем состоянии. Да, они новые, понимаю, но состояние вообще потрясающее. И всего лишь рублей за 500. Ну, я считаю, это... Многие, зная, брезгует обувь. Понятно, почему. Я такую обувь чищу. Ну, вот не обязательно эту фирму, это не реклама. Есть всякие средства, которые чистят за счет пены, спреев, типа водички. Такая водичка, которая с обычной водой на щеточку вспенивается и чистится. Вы просто щеточкой чистите, и вся грязь, все бактерии, неприятные запахи, они уходят. Стается чистенько, хорошая, свежая обувь. Обязательно надо такую гигиену проводить не только с бэушной обувью, но и со своей личной обувью. Ребята, чтобы не подхватить гривок. Ну, и вообще, чтобы обувь вам прослужила более долгое время. Так что, как вариант, я вообще счастлива. Потому что, ну что такое 500 рублей против 8000, это вообще... Кстати, здесь еще чуть не забыла. Именно в этой модели есть такая технология. Называется рецептор технологи. Это вот такая вставка. Которая именно помогает при ходьбе. Вот такая прелесть на липучках, причем со всех сторон. Сейчас мы обязательно примерим. У кого проблемы со взъемом, болят ноги при ходьбе или еще что-то. Вот советую выбирать обувь по таким стандартам, чтобы липучка регулировалась над взъемами на пальцах. Если есть особенно костяшки, проблемы у девушек часто от каблуков. И вариант сзади. Пяточка. Пяточка тоже вот. Вообще круто. Такая получается функциональная обувь. Я даже пробовала в них бегать. На короткие дистанции нормально. Но все-таки предпочитаю кроссовки. Со спортивными платьями тоже как вариант. Следующими находками с вами мне бы тоже хотелось поделиться. Только это уже мои находки. Такая базовая водолазка от бренда Валентина. Здесь вот их фирменная надпись вот такая. Это обозначает именно символика этого бренда на одежде. Вот у них этикеточка. Сделана в Италии. Давно искала что-нибудь базовое. Мне нравится сочетание, что это абсолютно черная вещь. И здесь есть такой скромный логотипчик бренда. Она выполнена из вискозы 83%. И все остальное это нейлон. Но она очень мягкая. Хорошо тянется. Думаю будет отлично сочетаться со множественными вещами. С классическими брючками, с джинсами. С юбочкой моей кстати кожаной. Думаю будет вообще шикарно выглядеть. И можно как под классику, так и с кедами одеть. Вот это вот мне очень нравится в ней. Давайте померим. А еще мне нравится, что здесь есть ворот. Я не замерзну. Так она выглядит. Довольно таки длинненькая. Буду носить ее заправленной или с облегающими лосинчиками. Такая вещь, которая уже в скором времени пригодится на весну. Здесь же вот такие манжетики есть. А внутри посмотрите, какое качество исполнения швов. Все идеально. Еще бы, люксовый бренд не может шить некачественные вещи. А следующая моя находка тоже меня очень порадовала. Это вот такой шарфик. Он мне очень напоминает такой плед ирландский. Что-то в нем есть такое зимнее, уютное. Мне понравились здесь цвета. И то, что здесь есть кисточки. В общем, такая классная. И рисунок. Посмотрите, какой он здесь красивый, уютный. Множество цветов, что можно одевать. Большим количеством одежды подойдет. А еще самое классное, это то, что это стопроцентный кашемир. Поэтому такой легонький, пушистенький. Ну, кашемиру можно петь оды. Потому что он мягкий. Он гипоаллергенный. Подойдет для людей с чувствительной кожей. А еще я его вот так вот тру. Не потому что это грязная вещь, я ее уже постирала. Отпарила. Так что он теперь полностью принадлежит мне. Он вкусно пахнет порошочком. Кашемир еще является материалом гипоаллергенным. То есть подходит для людей с чувствительной кожей. Не накапливает вредоносные бактерии, которые могут нанести вред нашему здоровью. Вот такая классная находка. Сейчас уже дело идет к весне. Но я все равно буду его носить. Потому что кашемир обладает отличной терморегуляцией. А значит мне будет не холодно и не жарко. В общем, я буду испытывать максимальный комфорт. Стоимость его всего 250 рублей была. Ребята, большое спасибо, что вы ставите лайки, оставляете комментарии. Нам очень-очень приятно. Спасибо, что смотрели это видео. Мы очень рады. Ну, а мы постараемся делиться и дальше нашими находками. Рассказывать вам интересные какие-нибудь моменты, факты. А на этом у нас все. Всем сердечки. Пока.